А касаемо выбора, есть ли он в принципе? То есть мы не можем влиять на происходящее, потому что у нас нет. Но осознавание происходящее меняет само происходящее. И вот получается трепыхание. Либо я осознаю, идут принятия, благодарность, смирение. Либо я иду в негативные эмоции. Либо ты становишься жертвой искажений, которую создаёт яму сам. Ибо она заряжена энергией разрушения. И вот в этот момент, когда начинается какой-то запал этой я-мысли, и начинается от вас группа каких-то локративных эмоций, и дальше на группе мыслей, вот тут есть ли выбор? Либо я иду в негатив, либо я иду в осознание. Вот это ещё одна иллюзия. То есть иллюзия того, что словно есть выбор какой-то. Это тоже очень просто осознать, что на группе никакого выбора нет ни у кого. То есть я просто наблюдаю вот это всё происходящее? Всё происходит так, как происходит. И ты, когда испытываешь вот эту иллюзию выбора, как будто бы пойти куда-то там, сюда или сюда, что-то сделать, это или это, ты обрати внимание, что всегда происходит только одно событие. Второе всегда остаётся где и в голове у тебя. Всегда один вариант происходит. Один вариант всегда происходит. Никакого выбора нет. Ты не можешь изменить этот вариант, потому что он происходит, и всё. А второе время где? То есть жизненный путь, он получается весь как прямая линия, никаких развивок нет, потому что выбора нет. От начала, от рождения до конца есть. Нет выбора никакого выбора нет. У тела никакого выбора нет. Всё прописано. Всё прописано. Но и учёные это доказали дважды уже, проведя эксперимент. Который доказывает именно это. Если вы сейчас послушаете, в чём состоял этот эксперимент, и какие-то были результаты, вы тоже осознаете это. Так вот, эксперимент заключался в том, что были набраны добровольцы, которые были помещены, размещены в зале, возле парка, и головой у них были подключены датчики, которые снимали показания работы мозга. в компьютер. И показания показывали, например, что принято решение какое-то, для какого-то действия тела. Ну, скажем, да, возник эмпульс. Этот импульс снимался и фиксировался на компьютере. Учёные задали задание всем добровольцам, что как только они почувствуют, что решение принято, нажать нужно будет кнопку. И эксперимент начался. Эти данные, которые были обработаны, показали, показали, что момент, когда было принято решение, и момент, когда была нажата кнопка, между ними огромное количество времени по меркам мозга, по меркам вообще работы мозговой системы. до 30 секунд. И тогда вопрос. Не то, чтобы есть ли у него, а вообще это что ты делаешь, кто делает? Где это? Где это то, что происходит? То есть, тело просто фиксирует своими органами. И чувств как бы фиксирует события через какое-то время, после того, как оно случилось. Например, там жираф всё равно ест, несмотря на то, что до него доходит как-то жирафа, он ест всё равно самые вкусные листы. У него в моменте может быть творческий выбор. Что я хочу сделать? Мы можем джемить вместе, переинтеграть. И в этом не выбор никак. В этом есть танец. У нас есть пространство, где дубра, правда, нет. Это уже произошло. Реакция на события. Ну и что? У нас произошел уже отличный джем. Прекрасный. А вот что там было внутри, мы могли с этим играть. И если некому выбирать, значит выбор есть, а не наоборот. Как так, если некому выбирать, почему бы тогда некому выбор? Если некому, хорошо. Зачем отказывать в этом правиле? Он есть, а его нету. Смотри, он есть, кажется, что есть в иллюзии. В иллюзорном этом пребывании. Но по факту его нет, потому что всё уже произошло. Просто тело фиксирует то, что произошло. А твой ум или эго, думающий, он надстроился над тем, что происходит, и присваивает это себе. И говорит, играет с этим, говорит, вот выбор есть какой-то. Смотри, сейчас раз произойдет, ага, как будто бы ты вот выбрал сейчас это. Понимаешь? То есть он тебя убеждает в том, что ты и есть он, кто выбирает. Мой мозг в любом случае будет интерпретировать, но если я буду вот так смотреть на реальность, я буду считать, что раз выбора нет, значит, всё предпределяет некая материя. Это может быть иллюзия, материя. А если я переключусь на то, что, мол, выбор есть, наоборот, я буду считать, что выбор осуществует субъект. Это выбор между объектом и субъектом внутри. И тот и другой выбор, мы уже сегодня от этого обсуждали, потом говорили, что это является иллюзией. То есть мы всё равно вокруг это же объектно-субъектного вопроса. Наверное. Смотри, вы сюда пришли на сатсан. Сатсан как-то собрали в истине. Понимаешь? Для того, чтобы истина вам открылась, вам нужно осознать, какие же иллюзии вас морочат, вам морочат голову. Что происходит? На самом деле, то есть где вы пребываете? То есть спите вы или вы, или вы пробуждены? Я заметил, поправьте меня, но вы в основном называете иллюзией то, что мешает нам вас слышать, верно? Нет. Зачем? Зачем? Что не слоняете веру? Нет, вовсе не так. Вовсе не так. Любой вопрос, вы тоже говорили, что может быть задан любой вопрос, или любой вопрос в детской стиле. Всегда, ясно. ясное зрение, ясное взглядом, если вы смотрите. Но если вы смотрите через свои игры со временем, вы будете блуждать. Блуждать в потенках. Все время. А вы, кто? Кем вы себе читаете? А кем вы себе читаете? Ну как? Как кем? Я не знаю кем. Ну как кем? Ты же говоришь там человек. Мужчина же. Мужчина. Да, в конце концов. Или там, кто еще? Сознание. Блогер, например. А вы кем считаете? А ни кем. Тут нет никого. Да, у меня вопрос. Вы сказали, что выбора нет, что происходит всегда один путь. И вот есть иллюзия, которые нам ворочат голову. Значит, я могу... Есть у меня выбор? Пальчик. Они готовы просто приходят. Идем все с коленой. В контексте этого вопроса. Ведительность помогает увидеть, когда уже понятно, что это иллюзия, и как бы не вовлечься, например. Но кто тот, кто бдит и пытается вовлечься или не вовлечься? Тот, кто должен исчезнуть. То есть он сам становится бдительностью, бдительным следаком за своим проявлением. Но если в этом выбор, то есть реакция выбирает. В этом-то и дело, что если вы начинаете искать выбор какой-то, опять попадаете в эту иллюзию, опять в ловушку ума попадаете. Потому что если вы осознанно, глубоко осознанно, из ясного видения, из трансцендентного видения, смотрите, может, то вы увидите, что выбор и реакция не забирается. Нет. Не забирается. Вообще ничего не забирается. Все прописано. По поводу прописанности, да? По поводу природы мысли и прописанности. Вот смотрите, находясь посвятленным состоянием, то есть не осознавая, что у вас живет личность, я тебя понимаю, да? Осознавая, что вы есть, вы, пустота, которая осознает себя, что вы есть осознавание. Нет. Осознавание себя. Вообще, вы не точно говорите. Вы говорите, что нет осознавания того, что у вас живет личность. То есть это неправильно, не точно. Это не так. Потому что реализованное оно становится невидимым. для мысли. То есть любой маг или там ясновидящий, который захочет посмотреть, он ничего не увидит. Потому что нет того, нет мысли, нет дживы, которая видится. И только она видит другую дживу. Хорошо. Природа мысли — это и был вопрос. При этом вы пользуетесь мыслью с точки зрения рассуждения и донесения информации. И само осознавание того, что мы сейчас находимся и делимся под информацией, это тоже мысль. Нет. Здесь происходит говорение и говорение это светом. Ибо ни единой мысли нет. Прямо сейчас, если вы присмотритесь, вы обнаружите, что говорение просто происходит и оно происходит из источника. И нет в этом никаких мыслей. Есть лишь возраст, в которой складываются слова. информация, соответственно, не рассуждающая. Здесь нет информации, ибо здесь нет пищи для интеллекта, еще раз вам говорится. Потому что вам дается светом мудрость и опыт, который вы прямо сейчас можете осознать. лишь тот момент, когда вы замолчите и присмотритесь. Ибо каждый раз, отвлекаясь наговорения или пытаясь нащупать какие-то лазейки для ума или попытаться умом понять или осознать истину, у вас ничего не получится. Потому что истина в любом слова прямо сейчас, как только вы замолчали, истина начинает сиять во все стороны, и вам нужно просто осознавать это. говорение происходит просто происходит само. Как так получается, что часть говорения происходит из потока из пространства, слова как сами собираются, происходит что-то изумительное, а часть слов берутся из памяти. Потому что я наблюдаю, что часть тезисов, а не именно как тезисов, потому что они в одних и тех же формулировках из памяти достаются. Часть вещей рождаются новые. Можете объяснить? потому что тезисные говорения возникают каждый раз, когда возникает тезисное, с тезисно сформулированное вопрос. Ибо вариативности немного в этом точном световом ответе. Потому что слова очень ограничены, они складываются так, как складываются, лица и, возможно, это похоже. Но никогда не помнится, что было наказано с этим. Нет памяти. Нет никакого, никого, кто не перешел. Иллюзия выбора, выбора нет. Что бы я сейчас не делала, лезть в морковку или клинение, выбора нет. Пойти на свидание, не пойти на свидание, выбора нет. Своровать, не соревновать, нет выбора. Тогда, я извиняюсь, а в чем этот прикол кармы? То есть ты накосячил, вот несешь последствия. Если я ничего не выбираю, значит, все как есть? Именно. Все на свое месте. А тогда в чем этот момент страдать, пройти карму, осознать, и куда-то там дальше уйти. Если получается, то есть значит, вся моя карма 100 жизней, 500 жизней, она изначально вся прописана. Пописана. Да, конечно. И для меня присоединение, оно тоже прописана. Конечно, конечно. Это так. Да. Я у меня доля сущная слость, у меня есть сочинение. Я связываю. И у меня есть такое ощущение, что я могу всякую поработать. Действия, мне дают, подмена определенная и я по исключению делать, избегаю. Смотрите, значит, по каким-то причинам это избегается. Избегается. то есть это не происходит. Но вы это обвлекаете в слова. Когда смотрите из я-мысли или из ложного отнестрения, присваиваете то, что происходит и осознаете это словно вы как делаете изолируете что-то, что не происходит. вы знаете, что поистине, которая вы тогда вы верили, с которой вы отречислились, является всеобщей иллюзией. Дело в том, что истина настолько проста, что вы, когда начинаете самоисследование, да, начинаете снимать как с капусты одежду, отбрасывая все как ложное. Понимаете, начинаете снимать. Одна иллюзия, другая иллюзия, то есть третья иллюзия. Так происходило в этом сидении у этого тела. Сидение было отширен чистая три с лишним года. Так происходило, что отваливались эти иллюзии. Просто ясно виделось, что это отвалилось, это отвалилось, это отвалилось. Просто мир, как бы, он разоблачался, раздевался просто, и разделся до гола. Представ таким, какой он есть на самом иллюзии. И когда обнаружилось, что больше раздеваться нечем, ты была осознанна, истинна, потому что это значит, некуда больше упрощать. Это самое простое, что есть. истинна, истинна. И такое? Ну вот, хороший вопрос в том смысле, что вы, если представите, вспомните, например, или расскажете о том, как происходит ваш ночной сон, когда вы видите сновидение, то вам все равно все станет ясно, потому что то самое ночное сновидение, которое вы видите ночью во сне, у него и нет никакого смысла, оно просто видится, так ведь? И не спрашивает вас о том, а есть ли у него смысл. Но сюжет может быть насыщенным и его формируют. Как будто бы все, что угодно может происходить, но когда вы открываете глаза утром, вы не бегаете за персонажами, которые были во сне, так ведь? Нет? Вы забывайте, не обращайте на них внимания уже, потому что их нет, очевидно, просто, их просто, они исчезли. Но есть настроение и эмоции, которые влияют на реальность. Так и тут. Так и тут. Когда сон исчезает, и обнаруживается больная реальность, исчезают все персонажи, исчезает сон, исчезает игра. Да, задача — это избавиться от каких-либо задач. И тогда что такое Бог? Что такое? Бог — это подлинная реальность. Бог — это подлинная реальность, это бытие. Вы и есть — это бытие. А у Бога есть воля? Все происходит по воле Божьей, конечно, но он ничего не делает. Более того, он даже ничего не знает. Кроме целого. Ничего. Когда вы говорите, что Бог знает, что делает, это не так. Потому что видение, которое происходит и называется творением и воспринимается вами как объективный мир, является лишь видением и воспринимается Богом целиком. Без каких-либо воли и изъявлений. Потому что это то, что есть благоухание сердца. То есть просто любовь, если говорить понятного языка. когда вы говорите «я творец», это тоже заблуждение. Потому что «я творец» может сказать только «персонаж сна» или «я освобожденный», например. Тоже самое. Творец – это тот, кто просто видит, как происходит творение. Созерцает, наблюдает. И не более того. Но не творит. И в этом есть творение. Потому что творение происходит в нем. И оно само происходит. И оно само происходит. Без какой-либо цели. Да. А можно чуть по-другому сформулировать? У меня был психологический опыт, в котором я осознал, что то, что является Богом, через нас пытается осознать самого себя. Можно так сказать? Да. В какой-то степени можно. Ну, то есть, если мы приберем к поэтическому какому-то… А мы вернули порядок. Да, диалог. То можно сказать, что тело – это возможность Бога обнять себя. Жизнь проживает само себя. Правильно? Да. Но это всего лишь поэтическая форма образования. Потому что это некое заключение, опять же, которое не является реальностью. Потому что в реальности нет у Бога никакой цели. Видение происходит. Оно просто происходит в нем. Но осознавание-то есть. Осознавание у Бога всегда. Ну да. Всегда происходит, а самого себя… Ну да. Но в этом и есть суть процесса. А мы – часть этого процесса. Часть. Угу. Вы всегда хотите отделиться. Да. Вот, если посмотреть на Вселенную, то мы видим, что она организуется в структуре разных сложностей. Можете быть живые или неживые, которые взаимодействуют по разным законам и организуют очень сложные, красивые, возрастающие узоры. Это как бы, ну, просто не совсем выглядит, как будто Вселенная прям вообще нет никакой цели. Смотрите, фрактальные движения. Вы когда-нибудь… Фрактальные движения когда-нибудь наблюдали? Ну, скажем, генерированные компьютером или еще что-нибудь такое. Фрактальные движения. То, что происходит со Вселенной – то же самое фрактальные движения. Зачем при этом, чтобы энтерапия росла и она стала вас просто по кругу? Почему это не эволюционный процесс? Это эволюционный. Эволюционный процесс. Почему? Формы меняются. Все время меняются. Смысла никакого нет. Но все время все меняется. Ну, конечно. Да. Думающий ум всегда нужно объяснить, что это и есть тот самый смысл. Почему думающий ум обесценивается тоже? Зачем? Что он на самом деле обесценивает? Послушай. Потому что природа. Думание – это солнцезнание. То есть это сон. Мысли – это… Они возникают. Только мысли. Почему осознанный сон обесценивается? Это же тоже здоровское явление. Смешивание этих реалитий – тоже здоровское явление. Почему? Конечно. Пока… Пока ты играешь в этой компьютерной игре как персонаж, тебе кажется, что все это здоровское. Кто играет? Здоровское. Ты как персонаж. А кто такой персонаж? Нет, ты. Как личность. Как меня зовут? Тебе виднее. А чувства – это тоже сон со мной? Да. Какие же мысли? Да. Это то же самое, по сути. А любовь – это все, что есть. Это… Ну как же быть так же? А так же, как вы не можете осознать реальность, так же вы и не знаете подлинной любви. Это одно и то же. Спасибо.